Израиль собирается увеличить оборонный бюджет. Зачем и за счет чего Иерусалим намерен повысить расходы на военных, расскажет Сергей Услендер. На заседании правительства случилась настоящая драма. Премьер потребовал немедленно увеличить оборонный бюджет почти на миллиард долларов в год. Для израильской экономики эта цифра звучит пугающе. Страна тратит на армию и безопасность примерно 6% своего волового национального продукта. Расходы на оборону были четко прописаны в бюджете, но по мнению главы правительства этих денег недостаточно. Страна столкнулась с новыми угрозами, на них надо реагировать, иначе выйдет гораздо дороже. В последние годы в регионе происходят драматические изменения, причем с пугающей скоростью. Я представил кабинету новую программу безопасности до 2030 года. Она требует увеличения оборонных расходов во всех сферах. Наша экономика сейчас сильна как никогда, чтобы профинансировать эти расходы. Но Министерство финансов от этого плана не в восторге. Денег на его реализацию просто нет. Значит, нужно урезать другие расходы. Традиционно пострадают медицина, образование и социальная сфера. По мнению финансистов, развитие экономики происходило именно за счет того, что не росли расходы на оборону, а росли вливания в эту самую экономику. Но премьер уверяет, если не будем увеличивать траты на оборону, значит пострадают не только врачи и учителя. В соответствии с новой программой должны быть резко увеличены расходы на кибербезопасность, на противоракетную оборону и защиту гражданского населения от ракетных обстрелов, а также на модернизацию боевой техники. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Продолжение следует...